Здравствуйте, друзья! Вы на канале врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Сегодня у нас 22 июля 2023 года, суббота. Местное время 13 часов 20 минут, киевское и московское 14 часов 20 минут. Итак, я продолжаю чтение глав из книги известного советского психотерапевта С.И. Консторума под названием «Опыт практической психотерапии». Посмертное издание, поскольку данному автору не удалось при жизни напечатать, опубликовать эту книгу. А она была впервые опубликована в 1958 году под эгидой Министерства здравоохранения РСФСР. Ну, а я зачитываю со второго издания «Москва, 1962 год». Итак, сегодня я зачитываю вам третью главу из этой книги под названием «Психоаналитическое направление». Я вам хочу сказать, чем цена эта маленькая-маленькая глава из книги доктора Консторума. Дело в том, что Фрейд был, конечно, подвергнут анафеме, психоанализ был подвергнут в советское время анафеме. А вот, скажем так, учение Адлера – это один из сотрудников, учеников, единомышленников Фрейда, который чуть позже отошел, создал свою собственную, скажем так, методику. Да, это даже не психоанализ, а, как он называл, индивидуальная психология. Вот она описана тут. Почему? Потому что, несмотря на то, что некоторые положения Адлера признавались в советское время, но какое-то более-менее такое четкого понимания, что из себя представляет индивидуальная психология Адлера, Адлера не было, а вот здесь мы и ознакомимся с ней. Итак, глава третья. Психоаналитическое направление. Мы упоминали о психоаналитическом направлении, связанном с именем Фрейда. За рубежом, особенно в США, понятия психотерапии, психоанализ стали синонимами. Произвольные и чрезвычайно громоздкие построения Фрейда требуют обстоятельной и развернутой критики с позиции диалектического материализма, прежде всего, конечно, под углом зрения марксистско-ленинского учения о сознании. Ну, а как же иначе? Это ж в 50-м году умер Констором, то есть работал, скажем так, в самый такой период разгара гулаговских репрессий, да? Ну, как же можно было без марксистско-ленинской трактовки? Это ж невозможно. В рамках нашего практического пособия по психотерапии нет никакой возможности излагать и развертывать критику учения Фрейда, а тем более эпигонов его, да и не надо, она уже насточертела, советская критика. Но в этом, по крайней мере, для нас, психотерапевтов, нет и особой нужды, ибо спорить о психоанализе как лечебном мероприятии едва ли приходится. Психоанализ неизменно сводится к вскрытию в человеческой психике тех переживаний раннего детства, тех, как выражаются фрейдисты комплексов, которые совершенно произвольно сконструированы самим психоанализом. Это заколдованный круг. Психоанализ, не касаясь его явно реакционных политических выводов, требующий от больного систематического из года в год копания, в воспоминаниях раннего детства и в судьбах своей сексуальности глубоко чужд сознание советского человека. Ну, конечно, советский человек – это особый человек. Он отличается от других человеков, да? От Петя Кантропа, да? Петя Кантроп. В Одессе так и говорили, не Петя Кантроп, Петя Кантроп. Еврей Петя Кантроп. Моти-цикл, моти-роллер и холядильник. Ну, вот так вот. Ладно. Учение Фройда явилось отправной точкой теоретических концепций и в соответствии с ними психотерапевтического направления. Вот тут мы и послушаем венского врача Альфреда Адлера, которое следует кратко здесь осветить, ввиду того, что некоторые термины, введенные Адлером, вошли в арсенал психопатологических понятий. Хотя в целом концепция Адлера для нас также совершенно неприемлема. Ну, вот, по крайней мере, получим пользу, ознакомимся с учением Адлера. Чтобы понять, чего хочет Адлер, достаточно строго говоря усвоить два основных понятия – чувство недостаточности и воля к власти. Адлер набрасывает следующую схему жизни человека вообще и невротика, в частности. Принимая в принципе понятия инфантильно-внесознательного от Фройда, Адлер наполняет его, однако, совершенно иным содержанием. Ребенок на каждом шагу принужден осознавать свою недостаточность. Он в полном подчинении у взрослых. Он слаб, беззащитен, несведущ, сопоставляя себя со взрослыми, которые представляются ребенку всесильными, бесстрашными, свободными. Он не может не чувствовать, так полагает Адлер, своей ущемленности, своей недостаточности. Это чувство еще более усиливается у болезненного, хилого, физиологически так или иначе неполноценного ребенка. С другой стороны, это чувство своей малоценности поддерживается в нем неразумным, излишне строгим воспитанием, непрерывными приказаниями, запретами, окриками, а нередко и побоями. Так культивируется присущее в зачатке каждому ребенку чувство недостаточности, слабости, малоценности, а отсюда возникает стремление компенсировать это чувство. Но все дело в том, что оно не просто компенсируется, а компенсируется с избытком, сверхкомпенсируется, подобно тому, как рубцевание раны сопровождается избыточным возмещением дефекта, например, костная мозоль, психическая компенсация сопровождается сверхкомпенсацией. Я самый слабый, самый ничтожный, я хочу быть самым сильным, самым могучим, но опыт ребенка ограничен детской. Кто для него самый сильный и самый могучий? Вопрос. Отец, старший брат, учитель, навсегда мужчина. Последнее обстоятельство, по мнению Адлера, обусловлено той ролью, которую вообще в современном капиталистическом обществе играет мужчина. Так приходит ребенок в формуле, призванной заглушить в нем чувство малоценности. «Хочу быть мужчиной» – это то, что Адлер называет «мужской протест». Все поведение ребенка, учит Адлер, определяется этой формулой, то есть по существу волей к власти – Шопенгауэр. И ею же формируется характер. Ребенок применяет самые разнообразные способы самовозвеличения. Он бывает груб, дерзок и непослушен. Или наоборот, он беспрекословно поминуется старшим. Но и в том, и в другом случае он таков с той лишь целью, чтобы утвердиться и утвердить других в положительной оценке самого себя. Все эти детские установки, конечно же, фиктивны. Ребенок плохо ориентируется в окружающей жизни. Он наивен в своем эгоцентризме. Он не разбирается во взаимоотношениях «я» и «они». Но не только ребенок, но и невротик является жертвой этих фикций, поскольку он наивен и эгоцентричен, поскольку он сохранил и не преодолел те фиктивные установки, которые выкристаллизовались в нем в детстве. Невротик застревает в инфантильном чувстве недостаточности и в инфантильном же идеале быть самым могущественным. С такого рода «планом» он вступает в жизнь. Но жизнь – это прежде всего коллектив. И в этом коллективе средний рядовой человек должен занять свое место, как правило, оркестранта, а не обязательно дирижера. Это противоречит плану «невротика». На каждом шагу вырастают препятствия осуществлению этого «плана» в кавычках. Агрессивность, то есть воля к власти, прикрытая или неприкрытая, терпит то и дело поражения. Раз так, то лучше отойти от жизни, проще не принять боя, чем рисковать поражением и ущемленным самолюбием. В любом неврозе, учит Адлер, можно вскрыть эти два начала. Мужской протест, возникший из инфантильного чувства недостаточности, как его сверхкомпенсация, и стремление застраховать себя от ущемленного, от ущемлений самолюбия, другими словами, сохранить за собой где-то в глубине это право протеста. Отсюда, с одной стороны, честолюбие, деспотизм, гневливость, агрессивность, с другой – трусливость, нерешительность, мимозность и так далее. Вместо спокойной и рассудительной оценки людей и их поступков возникает бурно, аффективная реакция на все окружающее, неизменно преследующая определенную цель – оправдать свой отход от реальной жизни с ее многообразными требованиями, не подвергаться риску, обнаружить свои недостатки, засесть в ракамени, втайне завидуя всем другим, либо явно всех презирая. Это, собственно, и есть невроз. Невроз – не болезнь, а определенный стиль жизни, определенная «аранжировка», в кавычках, исходящая из преувеличенных и ложных представлений о себе, о своем месте в жизни, представлений восходящих к раннему детству. Проявляется ли невроз в истерических или астенических симптомах, раздражительности или самопичевании – это несущественно. Все это – варианты одной и той же «аранжировки», в кавычках. Чем обусловлено разнообразие этих вариантов? Вопросительный знак. Вовсе не конституцией, полагает Адлер, а исключительно лишь условиями развития, то есть воспитанием и влиянием среды. Ребенок – это табуля раза. В процессе самоутверждения ребенок использует все возможные приемы и в зависимости от неблагоприятных условий своего роста фиксирует те из них, которые оказываются наиболее подходящими для сверхкомпенсации чувства недостаточности. здоровый или относительно здоровый человек, приспособляясь к жизни, коллективу, сдает эти, пораженные фикциями, представления в архив и сживает их, невротик остается в их власти. Разоблачение этой подсознательной позиции, занятой невротиком в жизни и составляет цель психотерапии по Адлеру. По сути дела, это когнитивная терапия. Своим учением о чувстве недостаточности и сверхкомпенсации его Адлер, несомненно, затронул вопрос большой важности. Неудивительно, что понятие адлеровских механизмов в кавычках прочно вошло в арсенал психологических и психопатологических терминов. Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что все в целом учения Адлера неприемлемы с точки зрения советской психотерапии. Во-первых, это учение порочно, как целиком основанное на идеалистической философии, и кроме того, оно полностью противоречит клинике. Сводить все разнообразие психопатических конституций и развитий процессов и дефектов, реакций и психогении к телеологической формуле аранжировки в кавычках невроза, как сверхкомпенсации в кавычках, мог, конечно, только лишь человек, далекий от клиники. Если Дюбуа мог говорить о неврозах вообще, то это было 50-60 лет тому назад. К Адлеру, нашему современнику, мы вправе предъявить иные требования. Коротко, для того, чтобы строить на Адлере всю вообще психотерапию, нужно основательно забыть о клинике. Второе обстоятельство, делающее учение Адлера для нас неприемлемым, обусловлено его прямой приуроченностью к тем социальным условиям, которые для нас давно уже не существуют. У советского ребенка нет и не может быть среды, питающей пресловутую шопенгауровскую волю к власти в кавычках. Тем самым для нас, естественно, отпадают самые предпосылки конструкций Альфреда Адлера. Ну, вот такая глава. Кратенькая, ну, по крайней мере, она пунктирна, да, очень кратко, по крайней мере, объясняет, скажем так, сущность индивидуальной психологии, да, Адлера. Кстати, Адлер был первым, кого Фройд отверг, выбросил из своего круга. Потом, по-моему, был Юнг, потом был Фридс, который написал его биографию. Фридс, видите, память уже подводит. Фридс, Фридс, Фридс. Фридс, вспомни, если надо. Следующим был, скажем так, этот кошмар. Следующим был тоже яркий приверженец Фройда. Это Штекель, да, Вильгельм Штекель. Вильгельм Штекель. То есть, все те, кто полностью не поддерживали теорию Фройда, все становились его противниками. То есть, это был, по сути дела, деспот. Да, я могу сказать, это была деспотичная личность. В этом плане, что касается учения о психоанализе. Вот так вот. Ну, хорошо. На этом я, доктор Джордж Горбатов, завершаю чтение этой. Интересно и в каком плане? Интересно и только в одном плане, что оно очень кратко и такой пунктирно объясняет эту индивидуальную психологию Адлера. Потому что о ней много говорили в свое время, в советское время. Сейчас никто об Адлере не вспоминает. Но понимание, что это такое, с чем ее едят, эту индивидуальную психологию, никто не знал. Ну, вкратце, вот я вас и ознакомил с ней, прочитав эту кратенькую-кратенькую статью. Следующая глава 4. Обзнаглавлено общие принципы психотерапевтической работы. Но об этом я прочту вам в следующий раз. Итак, я доктор Джордж Горбатов. На этом завершаю чтение этой небольшой главы. Как всегда, как обычно, сердечно благодарю всех потенциальных слушателей этого ролика за проявленный вами и ими интерес. И прощаюсь с вами до следующих чтений. Спасибо и до свидания.